Звенигородский спорта 1 мая 1945 года открылся стадион. Расцвет деятельности Спартака пришелся на 1950-1960-е годы. Ни одно поколение советских мальчишек выросло на его поле. Времена это были очень интересные. Во-первых, вся жизнь была на стадионе. Мы выросли, мальчишек с маленьких лет встали на коньки, футбол, хоккей играли. Вот, выросли на стадионе. Инициативная группа по восстановлению истории Спартака была создана в Звенигороде полгода назад. Общими усилиями неравнодушных жителей в сквере Антона Павловича Чехова открылась выставка с архивными фотографиями стадиона и спортсменов. Экспозиция – это только первый опыт. Материала очень много. И впереди у активистов далеко идущие планы. К сентябрю месяца, к открытию стадиона Спартак, увеличить эту экспозицию, сделать ее более объемной, более насыщенной и представить жителям города Звенигорода и гостям историю стадиона Спартак в полном объеме. В сентябре ко дню города свои двери перед жителями и гостями Звенигорода распахнет обновленный стадион. Сейчас там завершаются строительные работы. Открытия ждут с нетерпением. Идем, идем в стадион. На этом стадионе мы практически выросли здесь. А потом, когда закрыли 90-х, все тут, практически все убито было. Там же и хоккейная коробка была, и волейбольные, и баскетбольные площадки были. Спортивный зал, гостиница была. Прекрасно все было. К открытию стадиона активисты инициативной группы планируют создать музей Спартака, который вберет в себя всю историю легендарного комплекса. Мы просим к нам присоединяться в нашу группу и надеемся, что уже в сентябре месяце мы это все можем показать нашим детям, нашим ребятам, нашим молодым спортсменам, которые придут тренироваться на наш Спартак. Полина Толмачева, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...